Всем привет, я Вика, и да, ты смотришь шоу Академии Порядочных Парней. Мы уже выпустили три части назойливых песен за этот год, и казалось бы, по всем уже рассказали. Но нет, читая ваши комментарии, я поняла, что несколько песен мы все же упустили. Так что обязательно сейчас поставь лайк и смотри песни, которые ты сам нам присылал в комментариях. В 2016 году особенно отличился Хованский, который не только выиграл Версус в противостоянии с Ларином, но и выпустил три трека. Первый «Я буду гангстером», клип на который склеен из-за отрывков Версуса. Конечно же, куда без батей в здании, которая всем так полюбилась. Батя Ютьюба на этом не остановился и выпустил третий клип. Вызовной за МС на Версус, подняв тем самым нешуточную волну протеста в хип-хоп-тусовке. Покажи свой шум, не такой уж ты и шумный ной, главная звезда потухших звезд. Покажи свой шум, это видео приглашение на твой концерт, на моем конце. Покажи свой шум, не такой уж ты и шумный ной, главная звезда потухших звезд. Покажи свой шум, это видео приглашение на твой концерт, на моем конце. Не забыл отличиться в этом году и Ларин, который тоже решил стать рэпером. Про нашумевший клип Коле Хейтер мы вам уже не раз рассказывали в предыдущих выпусках. Однако критик всея ютуба на этом не остановился и выпустил новый клип под минус группы Грибы. Презираю тебя, мразь! Ларин против любит вас! Презираю тебя, мразь! Ларин против любит вас! Здесь никому не дают спас! В конце он будто бы разоблачил рэпера Рики Ф, заявив, что он якобы писал текст для батла Хавану. Однако рэп-тусы и на этот раз решила показать блогерам их место, отметив, что они не имеют никакого отношения к батл-рэперам. А сам Рики Ф ответил в своем твиттере прямо, что он не выйдет на версу с Ларином, потому что это не имеет смысла. Исполнители популярного хита «Имя 505» в 2016 году решили пройти по протоптанной дорожке и выпустили хит, да более похожий по звучанию на их предыдущий бэнгер. Песня под названием «Наверное потому что?» наверное прозвучала сотни тысяч раз, прежде чем приелась слушателям. Людям буквально некуда было от нее деться, как правильно заметил один из зрителей. Почему не могу избавиться от этой песни? Наверное потому что она и по телеку, и по радио, и везде. Сам клип на эту назойливую песню на ютубе собрал почти 40 миллионов просмотров. И это за каких-то 4 месяца после выпуска. Отметим, в уходящем году пора подводить итоги Отличился всеми любимый Энджойкин, который выпустил сразу два хита Мимимишную песенку на стримершу Карину, которая идет вразрез с ее истинным поведением И котлетки с пюрешкой, переделав на смешной лад отрывок из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кстати, напиши в комментарии, какой клип Энджойкин зацепил вас больше Ламповая няша или любимые котлетки с пюрешкой? С пюрешкой? Нет, с пюрешкой Ты поторопись, у нас сейчас котлетки С пюрешкой, с пюрешкой Также мы решили включить в наш топ песню Александра Исмаилова С философским смыслом в наше непростое время Не в топе, ведь если ты не в топе, то ты в жопе Вот ты только послушай Если ты не в топе, значит ты где-то там в жопе Нам нужны ведущие, попасть только лучшие И если ты не в топе, значит ты где-то там в жопе Тебе тоже въелся этот припев? В описании, кстати, будет ссылка на этот клип, который хочется посмотреть от начала до конца Песня больше придется по душе работникам индустрии развлечений Но припев песни подходит под все случаи жизни Как оказалось, автор этих назойливых строк и исполнитель песни, он же герой клипа Является столичным ведущим и музыкантом Очень многие из вас попросили включить в рейтинг самых назойливых песен Хит Филиппа Киркорова, выпущенный совместно с Дискотекой Аварии В общем-то мы согласны, ведь услышав эту песню всего лишь один раз по радио Мы сделали вывод, что припев исполненных голосом Фили дал ужаса назойливый Так что готовься поцепить очередную заразу Сейчас будешь ее весь день напевать Было бы кому только Слезы тикали вверх Песня Вайнера из инстаграма про шуйством она Именно так охарактеризовал песню с помощью хэштега Михаил Галустян Также не забыли разместить у себя в инстаграмах эту песню и Тимати, и Джа Халиб Респектую творчество парня Исполнители, кстати, зовут Даниар Туктук Маметов И он обычный парень из Бишкека Слезы тикли направо, слезы тикли налево, слезы тикли вниз, слезы тикли вверх Мне было плохо, тебе было хорошо, ты меня использовала Так, а теперь, если вам меньше 18 лет, просьба убраться от экрана И если у вас есть дети, пожалуйста, закройте им глаза ладошками А если не знают еще английский, выгоните вон из комнаты Конечно, как же мы могли обойти стороной песню Big Dick, исполненной группой Little Big Учитывая пошлое содержание композиции, клип выполнен, конечно же, тоже не без элементов эротики Но его реально хочется смотреть Несмотря на то, что видеоклип выложенный на официальном канале группы имеет ограничения по возрасту Это не помешало ему собрать более 20 миллионов просмотров Очень многие из вас писали в комментарии трек Мияги и Эншпиль «Ты мне дашь» Так что всегда пиши свои любимые песни под выпуском И очень вероятно, что они попадут в наш топ Кстати, видеоряд на эту песню весьма занимательный Я думаю, парни оценят Такой вот у нас сегодня топ Напиши в комментарии, какую песню из предоставленных видео ты считаешь самой приедающейся Инны Золевой Напиши в комментарии, если мы упустили какие-то песни Также смотрели предыдущие три части за 2016 год И да, прошу поддержать наше видео лайком и подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны Это очень сильно нас мотивирует больше работать и чаще выпускать для вас новые видео С вами была Вика, увидимся в следующих видео, пока!